Человек, когда он стал показывать свои опыты в лондонской академии наук, его физики стали чмолить, типа, что вы здесь, мы тут физики собрались, а вы ботаники. Ну, а боссом объяснил, он сказал, понимаете, я вам показываю примеры воздействия физических процессов, но поскольку мы живем в окружающем мире, то, безусловно, результаты, они биологические, поэтому я считаю, что современный физик, он также должен понимать биологию. Ну, за что он, собственно, был отвергнут, типа, вы индусы, вы ничего не понимаете, мы тут люди научные. На самом деле, главная идея состоит в том, что мы предполагаем, что в силу наших обусловленных определенных качеств мы можем быть совершенными специалистами только в одной науке. Ведическое образование по-другому рассматривалось, оно рассматривало, что человек должен быть гармонично развит во всем, именно поэтому в школе намучают литературу, математику, химию, физику и так далее. В конечном итоге мы видим, что все эти знания для нас полностью утрачены, мы фактически не можем ими не пользоваться, не применять. Так вот, если свести эти все реали на уровень ведического знания, то мы увидим, что в начале кали-юги эпохи, в которой мы сейчас с вами живем, это эпоха деградации, где жизнь человека очень короткая, сто лет, еще библейские персонажи жили 500-600 лет, а библейские персонажи, надо помнить, что они жили в переходный этап кали-юги, то есть нет такого, что юга, сатия, два пара, треты, сразу же происходит. Есть всегда такие, скажем так, циклы под юги, например, смена, нет такого, понимаете, как, например, там типа осень, тут же зима, есть определенные переходные этапы, когда там есть папье лето, есть середина осени, есть поздняя осень, есть ранняя зима, лютая зима и так далее. Мы сейчас живем с вами на, то есть уже прошел такой мягкий переход из кали-юги, об этом начинается шамат-багаватам, и он на самом деле был, ну такая кали-юга вошла в свой определенный цикл, прошло примерно 5000 лет, а кали-юга 432 тысячи лет, мы видим, что, ну так сказать, кали-юга уже дала свои определенные синдромы, да, симптомы там, охотники за головами, инквизиция, ну то есть все, что в кали-юге было описано, вся деградация человечества, она уже была, и это кажется, что на самом деле там типа человечество поднимается, на самом деле все идет волнообразно, потому что если вы изучали античный мир, там Рим, ну Рим невозможно сравнить, например, со смутными временами Европы, понятно, да, то есть там просто тренды культуры перешли на, скажем так, европейское миропонимание, а Римская империя была уничтожена, Римская империя была там в тысячу раз продвинутее, чем античная Европа, то есть мы видим, что да, Рим, какой-то там такой Мэд Макс начался, по сути дела, после Римской империи, и потом некая эпоха Ренессанса, то есть о чем это говорит, это говорит о том, что сама по себе история, она достаточно волнообразная, ну вот, ну или мы, например, мы видим там историю Джай Мадусуд Махараджи Ки Джай. Джай Мадусуд Махараджи Ки 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 Джай Мадусуд Махарадж я покажу, где я сегодня и потому что я буду появляться на просьбе и тут мы также посмотрели на конкурс и на пассажировке. Финин и на пассажировке для фестиваля. Я очень рада, чтобы поговорить в фрагментах. Они сидят на спорте, чтобы посадить и вставить вас. И тогда я буду приседать. Вы прикаживаете меня? Да, да. В целом, я кикую тебя. Я кикую, но это невозможно. Я не могу сказать, что вы не можете быть kicked out. Хорошо, хорошо. Вы не можете быть виноватом. Да, Мараш. Я просто хочу выть что-то. И вы продолжаете. Вы продолжаете счастлив. Я не струблюсь. Мы просто хотели закончить нашу поговорку и начать нашу часть. Махараджи выгнал, чтобы он отдохнул, потому что не только с перелета, он голодный, сейчас он залипнет и потом не поест. Тема на самом деле очень такая глубокая, вопросы Махабхарата. Мы вернулись о том, что история достаточно полнообразна. В прежней эпохе существовали Веды, но когда началась Кали-Юга, было очевидно, что в Кали-Югу люди станут забывчивыми, злобными, с короткой памятью, с короткой жизнью, с неспособностью следовать аскезам. В точки зрения Бхагаватам, в Кали-Югу сохраняется лишь одна четвертая духовности. Аскетизм, благотворительность, чистота – все это утрачивает. Есть только последний принцип, который в Кали-Югу может сохраняться, и он определяет духовность – это правдивость. Если человек правдивый, тогда он дармичный, все остальные качества, он уже не может быть аскетичен, он уже не может быть благотворителен, он уже не может быть таким, каким ожидались от, скажем так, человека с большой буквы. Ну и, соответственно, нужно понять, что в Кали-Югу то, что кажется похоже на религию, и религия не является, это выглядит как религия. Ну вот, не буду комментировать. Невзоров хорошо сказал, разрабатывайте полторы тысячи процентов на свечке и начните платить налоги. Вот, но это относительно одной религии, а другой религии он сказал, что, понимаете, что пояс шахида никаким образом не решает проблемы духовности человека. Поэтому это все похоже на религии, им привлекаются люди невежественные, но это не является религией. Поэтому это так называемая неведическая религия, то есть неведическая или ненаучная, или недуховная религия. Но самое главное не потому, что она агрессивная, пытается навязать всему миру свои идеи, сжечь Александрийскую библиотеку или поджечь Джордана Бруно или уничтожить всю западную цивилизацию. И в этом дело. Главная задача, что в этих религиозных учениях нет понимания души как такового и нет представления полного о Боге. Ну, например, скажем, одна религия запрещает изображать форму Бога, вторая религия говорит, что у него только один сын и больше ни одного сына нету и так далее. Ну, то есть, очень ограниченные представления. Ну, мы уже не говорим о буддизме, который говорит о том, что нет ни души, ни сознания, вообще ничего нет. Тогда кто говорит и кому говорит? Если тебя нет, меня нет. Вообще-то о чем тогда все, какой смысл. Ну, вот. Дальше, да, ну, там, о иудаизме вообще не будем говорить, потому что в целом Тора описывает кому, когда давать в долг, кому не давать. Ну, это больше учебник по экономике. Ну, вот с некими элементами мистицизма. Вот. Но если мы скажем вслух этим господам, так сказать, разным, там, с двумя шиками, там, без шики, с большой бородой или, там, с большим крестом, что то, как вы рассматриваете мир, не является, с нашей точки зрения, духовным, то мы можем с вами быть привлечены по статье, какой-то там, например, которая звучит так, сейчас очень популярная, как это, затронули чувства верующих. Вот. И в этой связи, в общем, поэтому очень многие люди мыслящие, они становятся атеистами, потому что, ну, как бы они не могут себя в этом найти. Ну, вот. Да, шлагуру, махараджи, кейджай. Ну, вот. А на настоящее, трансцендентное духовное учение у них нет веры. То есть, поэтому нужно понять, что есть, если взять градусник, вот, ноль, плюс и минус. То есть, в отрицательном плане, конечно, люди говорят, ну, какая религия, может быть, никто так религию не скомпрометировал, как религиозные люди еще. Ну, никто же, там, не жег книги или, там, ученых или людей. Мы этим занимались религиозные люди, да. То есть, ни в одной книге, наверное, даже у Гитлера гораздо меньше призыва к насилию, чем в религозных, ну, там, закидать камнями того, кто не постится в Рамадан, или, там, одна американская журналистка написала Джорджу Бушу письмо, когда Джордж Буш сказал, что Библия – это учебник жизни. Она сказала, должна ли я следовать ей, там, ну, в Библии написано, там, закидывать камнями кого-то, еще что-то. Ну, вот, Джордж Буш не смог ничего ей ответить, но, поэтому, в принципе, достаточно здравомыслящие люди, они определили такую вещь, что религия должна быть отделена от государства. Это совершенно правильно, потому что в Кали-Югу невозможно давать религиозным людям власть некую. Я не могу представить, например, нам, кришнаитам дать власть, это же вообще пипец будет. Представляете, я даже хотел на эту тему снять фильм, там, типа, там, кстати, реклама кришнаитская, там, типа, сколько ты прочитал сегодня кругов, там, где-то там бедный атеист несчастный, там, где-то на квартире банку тушенки, да, там, чудом уцелевшая банка тушенки после уничтожения проектовых складов, там, какая-то бабушка, а ее сдает внук, там, типа, такой Павлик Морозов, да, вот, там, типа, звонит, там, типа, в секретариат, вот, и выезжает такая машина, как бы, такая, со знаками Ом, с мигалкой, вот, ну, и бабушку потом, как бы, проводят на эту самую такую дистиллизацию такую, она выходит оттуда чистой вегатерианкой, все как Орвилла, да, да, и плюется в тушенку, да, и так далее. То есть, поэтому, ну, самая даже благая, как бы, какая-то религиозная идея, она может быть достаточно ужасной, если, ну, как бы, мы оставим в ней только морально-этические нормы и уберем из нее самое главное – это духовность. И поэтому, как ни странно, там, хотя, ну, Христос абсолютно четко говорил о идее прощения, да, но никто прощать никого не собирается. Вот, мало того, что сейчас говорят, там, типа, там, там, русские попы, украинские, это, ну, понятно, да, то есть, мы видим, что не только, там, бирманцы жгли буддийские храмы тайцев, да, ну, ладно, это было, там, несколько сот лет тому назад, но мы видим, что, в принципе, в современных войнах ненависть, она проявляется, там, твой патриархат, мой патриархат и так далее. Те же, там, патриархи, они крестят людей радостно на, ну, как бы, те, которые говорили, не убей, почему-то идут убивать, да, те, кто говорили, там, их учителя говорят прощать, но здесь нет никакого прощения никому, вот. И поэтому мы видим, что, по сути дела, ну, я не пытаюсь критиковать, на самом деле, религию, на самом деле, если критиковать ее, можно критиковать очень научно и серьезно, этим занимается целый ряд мыслящих людей, вот, и поэтому я могу сказать только в оправдании любой религии, ислама, христианства, буддизма, индуизма, одну только вещь, каким бы плохим и опасным ни был футбол, никто не догадался его запретить. То есть, вы понимаете, да, в футболе самое страшное – это футбольные фанатики, вот, в религии самое страшное – это религиозные фанатики, религиозные функционеры, кто-то на футболе зарабатывает бабки, кто-то, там, убивает, команда Ливерпуль убивает, там, болельщика из другой команды в Англии, да, они где-то, там, в диком обществе. Но так или иначе, никто не запрещает футбол. Также, хотя мы знаем, что религия, по большому счету, нас окружает полностью несовершенная, но все прекрасно понимают, что мы не можем запретить религию, мы можем только ограничить ее власть, вплоть до того, что вот, ребята, вы кришнаиты, вот, бейте барабан там у себя, ну, или пойте, ну, не троллите никого, да, то есть, там, пропагандируйте себя доступными средствами, да, но не пытайтесь, там, захватить власть и так далее, вот, ну, то же самое можно сказать другим православным, исламистам и всем остальным, да, то есть, ну, как бы, если ты суннит, а твой сосед шиит, вот, у тебя есть какие-то разногласия, ну, переедь, там, куда-нибудь в другое место, но, как бы, не пытайся отрубить голову своему соседу, там, и этим самым решить проблему своего вожделения, поэтому религия, как таковая, в современном обществе не может быть запрещена, мы не можем запретить религию, хотя, ну, коммунисты, китайцы, там, русские коммунисты, они пытались это сделать, но лучше они ничего придумать не смогли, они все равно взяли какие-то, там, заповеди, отповеди, там, все равно что-то, там, с Библией мутили, там, заповеди, там, с советского человека, ну, в общем, то есть, они, как они не пытались заменить, там, слово Бог, словом партия, а словом, там, ну, как бы, Библия, там, типа, наставление КПСС, как они не пытались, там, слить, типа, тему гуру, все равно гуру были, там, Брежнев был такой, даже, там, о-о-о-ом, такими бровями, у него было, там, много регалий и так далее, то есть, все равно вот эта идея, там, типа, гуру, наставник, учитель, она будет, и все равно будут те, как бы, ну, скажем так, люди, которые, ну, не хотят подчиняться никакой религиозной идее, ну, и в целом, они будут говорить, ну, в Америке это очень популярно, зачем нам Бог, зачем нам учителя, зачем нам какие-то посредники между человеком и Богом, вот, но, тем не менее, тогда можно задать им вопрос, зачем вы тогда об этом говорите, это все равно ваша точка зрения, все равно вы становитесь учителями того, что учителя не нужны, вот, ну, то есть, вы не приняли обет молчания, например, и не ушли в себя, как это делают буддисты, там, или какие-то мистики, вот, поэтому мы вынуждены будем с вами рассматривать этот мир и говорить, давайте думать о том, что если религия – это зло, то что зло в религии по-настоящему, мы видим, что по-настоящему зло в религии – это материализм, любые элементы материализма, которые вносятся в религию, они становятся, они ее извращают, поэтому любая, там, коммерциализация религии, и социализация религии, она превращает ее во что-то другое, в этом связи Шима Бхагаватам говорит очень важную идею, Кайтова дхарма, он говорит, дхарма опорчится пунксам, это дхарма, это религиозное учение, не для тех, кто обладает завистью, то есть, Бхагаватам он четко выясняет, что есть люди, которые обладают завистью, это проявляется зависть к Богу, к соседям, ну, понимаете, да, к тем живет лучше и прочее, 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 и вот эта вот Кайтова дхарма, так называемая, да, то есть, материалистическая религия, она, по сути, по большому счету, не может быть смешана с религией Шима Бхагаватам, и поэтому, при том, при том, что мы говорим, там, вот, фестиваль видалаев, йога, здоровый образ жизни, клизмы, там, семейные ценности, отношения, ну, все что угодно туда внесите, все это хорошо, но это, по сути дела, общая такая Кайтова дхарма, некая материалистическая идея, если вы скажете, ну, а зачем вы тогда это делаете, тем не менее, вы увидите, что исторически в религии есть одна задача, ну, как ученые, да, зачем они занимаются образованием или популяризацией образования, они пытаются на каком-то своем языке достучаться до, скажем так, невежественных масс, чтобы привлечь их, что-то трансцендентное, духовное, брать, как самое высшее, и подстраивать это под свои такие, ну, скажем так, мещанские, материалистические концепты, тогда мы будем вынуждены деградировать, и в этом связи нужно понять такую вещь, как Кришна говорит в Бхагавадгиде, что деградация неизбежна, ну, то есть, в этом мире все деградирует, любая ведическая религия, христианская, то есть, все проходит через такие стадии, как рождение, поддержание, убедание, смерть. Вопрос только, как долго, как долго все это происходит, как быстро деградирует, и вот Шидарм Махараш на эту вещь отвечает очень глубоко, он говорит, до тех пор, пока люди сохраняют веру, человек действует в соответствии с верой, а в результате чего вера теряется у человека? Первое, недостаток общения, второе, вера теряется у человека в процессе оскорблений, ну, и обе эти вещи происходят тогда, когда человек крайне материалистичен, он приходит, например, в общество предных, начинает быстро делать какие-то выводы, в результате теряет малый росток веры, или, ну, скажем так, не получает должного общения, или вместо того, чтобы, так сказать, служить и слушать, начинает пытаться говорить и рассказывать. Поэтому я уверен, что здесь каждый может рассказать очень многое. Обратили внимание, что мы не практикуем это, мы приходим слушать гуру. Почему? Потому что ведическая культура подразумевает то, что мы должны постоянно заниматься слушанием, то есть мы можем задавать вопросы в рамках священных писаний, и отвечать нужно только в рамках священных писаний. Поэтому я извиняюсь, что я отклонился таким с небольшим социально-историческим исследованием, но достаточно широко вам представил ряд проблематик, чтобы вы понимали о том, что ведическая культура является глубочайшей, у нее есть своя пост, ну, как у любого феномена, есть своя пост-культура, и в этой связи Господь, Он считает, что для того, чтобы ведическое общество поддерживать, нужно постоянно посылать носителей. Ну, это либо аватары, либо шахте, я вешаю аватары, либо великие учителя. Ну, даже Христос сказал, I'll be back. Ну, понимаете, да, то есть, а почему Христос сказал, I'll be back? Ну, у него было достаточно представление о том, что рано или поздно его концепции, то есть, кстати, да, там, и в этой связи последнее такое великое произведение, это Достоевский, братья Карамазовы, как он называется, инквизитор. Не читал? Кто поднимите руку, кто читал? Понял, у нас все глубоко продвинутое. Наверняка я уверен, что русофилы, русосеки, любители родного языка, но я удивлен, что, например, в России никто не знает, в России, ну, может быть, все максимум читали Пелевина, но вот, но в России никто не знает писателей русских, хотя все такие патриотичные, если спросишь, например, да, всех патриотов там, типа, ребята, а вы там читали Достоевского, например, там, братья Карамазовы, слышали, да? Вот, вот, а там очень такой, ну, гипервопрос стоит между двумя братьями, один чиновник, другой монах. Ну, монах он такой немножко пристукнутый на всю голову, такой раболепный, ну, искренний, такой искатель истины, а чиновник он такой, ну, как кто в России живет хорошо, кому на Руси хорошо живется. Чиновник, человек, который понимает, что тут можно интегрироваться, вот, и как бы где они сидят? Ну, непонятно, что не в церкви, а где они сидят? Ну, в кафе, там, старший брат пришел, младшенького монашка покормить мороженым. Ну, вот, и начинается очень интересная история. И появляются два человека. Первый – это инквизитор, который только что сжег там несколько тысяч человек, а второй – это Христос. И инквизитор объясняет Христу, вообще, почему мы все сделали правильно, почему мы всех сожгли, почему, как бы, все круто. Ну, такой достаточно интересный момент. Он говорит, понимаешь, вот ты дал какую-то высшую планку, да, каких-то духовных идей, но их же никто не в состоянии исследовать. А вот мы позволили человеку грешить и каяться. Мы дали ему индульгенцию. Мы заставили его заниматься самоедством. Поэтому мы круче, чем ты. Ну, это такая, ну, достаточно почитайте инквизитора. Он такой классик вообще, на самом деле. Ну, вот, то есть, рассказывал, как-то, да, в Японии еду. А там в это время что-то какая-то была война в Раше, очередная, там, Осетия, еще что-то. Ну, и мне такси… А там в Японии таксисты такие, в белых перчатках. Японские таксисты, у них такие салфетки вышитые на капоте. И японский таксист, он подходит с белыми перчатками, как лакей открывает тебе багажник, там он там абсолютно чистый багажник, такой белоснежный, лежит чехол, туда ложит твой чемодан, там у него такой… И так в белых перчатках, в такой фуражке едет. Ну, что там… А японские таксисты редко говорят с тобой, но видят, что ты плохо говоришь по-японски или вообще не говоришь. Ну вот, и он меня спрашивает, а там еще телевизор у него. Ну, и по телевизору что-то показывает Раша, там начнут очередной какие-то взрывы, когда люди бегут. Он мне такой, вы откуда? Я говорю, из Раши. Он такой, а, у вас война. Я говорю, ну, как любой российский. Я говорю, да, да. Я говорю, вы вообще что-то знаете о Раша? Он мне такую книжку показывает. Я такой смотрю книжку, листаю ее, открываю. Там какая-то бородатая рожа, я там типа… Он говорит, кто это? Я такой типа, ну, там, Буравьев-Апостол, где-то. Ну, кто там Ближний Восток осваивал? Я такой, не знаю. Он такой, Достоевский. Едет дальше. Ну вот. И поэтому, если вы хотите знать Рашу, прочтите Достоевского, но хотя бы вот инквизитора. И вы поймете все о Раше. Рас и навсегда. И тем не менее, Достоевский, Толстой, все эти люди приходят время от времени, они говорят какое-то послание. Толстой, например, никто не знает, что Толстой был первым кришнаитом, он даже сделал в Ясной Поляне первый Ашем. Ну, как бы эксперимент, конечно, не удался, как всегда. Но, как бы, попытки были. Его, естественно, отлучили от церкви. Я удивлен, что никто никогда ни о нем не снял фильм. Прекрасный фильм о Толстом называется «Последнее воскресенье». Не смотрели? Сняли его англичане. Полностью, конечно, не поняли нашего Льва Николаевича. Но, тем не менее, сделано очень мило. Как минимум, жертвоприношение Толстому. И так вот, Толстой, который читал Бхагавадгиту, Достоевский, который вообще плод его религиозной мысли, это, скажем, подарок человечеству, это инквизитор. Почему об этих книгах не говорят в России? Ну, наверное, не Канельфо, потому что придется пересматривать слишком много. У нас были слишком умные люди. Как сказал мой друг Майкл Доллан, Махарьоги Махараш, в России очень серьезно относятся к поэзии, за нее убивают. У нас не так много мыслящих людей, но они были. И они были очень глобальными, глубокими. Наверное, в прошлой жизни они были какими-то мудрецами, может быть, югическими. По крайней мере, в этой жизни, когда они жили, у них была склонность к ведическому учению. Почему я это хочу сказать? Я хочу сказать это, что ведическое мировоззрение построено исключительно на личностях и их понимания духовной истины. И в этой связи вы должны понять, даже если мы с вами сохраним все книги в библиотеке, там, Александрийские, или мы, как Гитлер, сделаем там, Аненербо, еще куча организаций, которые будут изучать, так сказать, древние оккультные знания. Но при этом мы сами не станем сами духовными личностями. Мы закончим, как марксисты-ренинисты, фашисты, исламисты, христианисты и другие исты. И поэтому заключение вед. Религия исключительно живет в сердце просветленной души. Это заключение вед. Будут в России просветленные люди, в их сердцах будет жить правильное понимание истины. Не будет просветленных людей, не будет ничего. Любая, как бы, научная система определяется количеством Эйнштейнов и других ученых. Они задают тон, они могут отменить старое и дать новое. Их называют ачарьями, садху, муни, риши и так далее. В этой связи мы должны понимать такую вещь, что даже имея такую Исикхасу, как Махабхара, это фактически детальная история человечества, связанная с Хастинапаром, приходом Кришны в этот мир, она может быть вполне невоспринятой. Например, Питер Брук не понял, кто такой Кришна. А братья-фантасты русские написали книжку «Черный баламут», и уже 500 человек собирались в этом году с тамагавками, типа, «Властелин колец» играть в Махабхарату. Но никто из них не понял вообще, о чем это? О чем Махабхара-то? А что это, мужики бегают с луками, что ли? Нет. Махабхарата – это глубочайшее драматическое произведение, часть которого Бхагавадгита, то есть она в принципе рассказывает о любви к Богу. И поэтому, когда Махараджанамиджо и слушал Вишампайну и Ишу, уже последняя часть Махабхара – это жертвоприношение змеи, не будем вдаваться в подробности. Но он сказал, слушай, я родился в семье великих императоров. Джанамиджо был сын Парикшита. Он сказал, мой отец был, Махараш Парикшит, который был сожжен змеем Татакшика, и поэтому я устроил жертвоприношение змеи, чтобы всех змей уничтожить в этом мире, всех рептилоидов. И тем не менее, то, что я услышал сейчас от тебя, поразило меня до глубины дыши. Я услышал невероятную расу в твоей истории. Оказывается, это о любви к Богу. Этот боевик, оказывается, он только об одном слове – to be or not to be. Понимаете, да, Шекспир? И поэтому мы видим, что tale состоит в том, что гениальный автор, он рассказывает, Шекспир, он рассказывает на самом деле, но to be or not to be ты запомнишь. В этом есть на самом деле разница, потому что все думают, а, пойду по шекспиринскому пути, больше трупов, больше выстрелов, больше интриги. Но если в стори-тейлинге не рассказывает автор, один из героев не ставит вопрос о жизни и смерти, о душе, о бессмертии, о любви, о настоящем, и не заставляет читателя сопереживать, это называется бульварный роман. И только подлинный литератор – это тот человек, который на самом деле играет всегда с читателем или со зрителем. И подлинный литератор, на самом деле, он знает, как обмануть зрителя, есть трюки разные, но он обманывает зрителя, он дает им даже иногда ложь, чтобы рассказать ему правду. Мне могут сказать, а вот вы пишете тоже свой блог, все ли истории в них, правда или ложь? Я скажу, с какой точки зрения посмотреть? Что-то я могу сократить, что-то я могу удлинить. Я могу ввести какого-то персонажа. Часто, когда я провожу с кем-то интервью, например, если я пишу статью какую-то, я понимаю, что тот интервьюер, которого я интервьюировал, он вообще не гу-гу. Я могу за него речь сказать очень интересную. Я могу взять его образ и за него написать интересную речь. И поэтому для того, чтобы рассказать правду иногда, иногда зрителя или читателя нужно обмануть. И если вы смотрели фильм «Жизнь Пи», там приходят к Пи японские страховщики, он рассказывает им свою историю, потом он задает вопрос, они говорят, что это слишком онбеливо было, невозможно поверить, что вы приплыли на какой-то остров, где были сурки, остров вас съедал, там, что вы были плыли с тигром. Мы не можем в это поверить. И он говорит, хорошо, я вам расскажу другую историю. А потом задает очень важный вопрос, вам какая больше понравилась? И, например, Библию можно уместить в очень банальную историю, вполне понятную. Например, у Иуды была девушка, ее звали Магдалена, потом пришел очень продвинутый парень, которого звали Иисус, как бы отбил Магдалену у Иуды и в результате Иуда его сдал. Такая чисто бытовая история, но очень убеливо было. В принципе, так оно и могло быть. Ну, есть некая другая идея, которая говорит рассказчику, а вдруг вот этот человек был каким-то действительно неординарным человеком, и вдруг вот эта девушка, да, ее действительно отбили, возможно, но вдруг ее любовь к этому человеку была не очень плотской. но вдруг она не только полюбила его как мужчину, а вдруг она увидела в нем некое начало, которое, в принципе, даже в какой-то степени дистанцировало его. А вдруг вот этот парень, которого звали Иуда, вдруг у него произошел какой-то внутренний кризис, может быть, он сделал что-то не так. Понимаете, да, и вот и тут, и тогда начинается уже история, в которую могут поверить тысячи людей. Ну, конечно, кто-то может подумать, на этой истории можно заработать неплохие деньги. Ну, например, там, продать миллиарды свечек. Третий скажет, ну, зачем тамплиеры, там, еще госпитальеры, мы можем захватить целый мир, мы можем сделать целую политическую власть, да. Тирий Рюншпигель начинается с того, что принц Филипп грыз ногти и только что была сожженная обезьянка, которую он сжег заживо, а с той же самой башней он скидывал живых животных. Позже Филипп создал армаду. Армада, он решил покарать английскую королеву протестантку за то, что она отказалась слушаться папе. Уж он-то, Филипп, знал, как разобраться, да, с Англией. Представляете, какие исторические события, а могут быть построены на паранойи одного человека, который по своей природе садист, но вдруг он считает, что он наместник Бога на земле, и он должен, так сказать, спасти мир, сделать его лучше. Все как в американском фильме, но только история, реальная история. И поэтому мы должны с вами прийти к такому пониманию, что религия, не зря Остап Ибрагимович сказал, является опиумом для народа. Религия должна выполнять только одну функцию. Самая важная функция – это принести любовь к Богу. И если религия сохраняет эту функцию, если религия, по сути дела, имеет дело с душой, нет русской, еврейской, татарской, казацкой души, украинской души, есть только душа, нет русского Бога, индийского Бога, индийского Бога на границе с Непалом, или Бога полусибирского, полу-вологодского. Все по территориальному признаку решили разбить. Это значит, что физиков разбить по территориальному признаку. Никто же не думал, например, физиков, химиков разбивать, вот мы омские химики. Тут немецкие химикам делать нечего, в нашей химии. Мы тут сами будем химичить. Вы смеетесь, вам очень смешно, но вы находитесь полностью в совокупности этих обстоятельств. Но вы думаете, надо бежать, всех громить, писать, здесь нет места омским и немецким химиям, ничего подобного. Про Хладмахараш сказал очень важное, он сказал, ты должен победить своих внутренних врагов, вожделение, жадность, гнев, иллюзию. Никто не может сделать хорошему человеку ничего плохого, сказал Сократ и выпил яд. Он был абсолютно уверен, что даже драматические обстоятельства собственной смерти нисколько не отклоняют его от истины, а скорее являются его последним экзаменом. У Коперника все было проще. Он покаялся перед костром. Потом повернулся и сказал, все-таки она круглая, когда уже уходил. Но так или иначе, каждый человек, он должен между собой решить, чему он хочет следовать, чему он хочет посвятить, как это духовное знание должно отразиться на его жизнь. Даже при том, что он может быть, находиться в нетрадиционном меньшинстве. Мне, например, очень нравится то, что сознание Кришны является нетрадиционным меньшинством в мире. Потому что когда оно будет большинством, это будет уже полный пипец. Поэтому я считаю, что пока мы в меньшинстве, пока наши идеи, то есть мы еще можем жить, нам нужен очень большой антитезис, чтобы на самом деле, чтобы жить духовной жизнью, нужен глобальный антитезис. Либо какая-нибудь гиперсложная болезнь, либо жизненная драма, либо быть уродом, ну так во всех отношениях. Собственно, а можно первое, второе, третье. И тем не менее, все равно это все внешние обстоятельства. Поиск истины – это самое главное. Поиск Бога, внутренняя вера, попытка распознавать. Это очень-очень такой важный для нас момент. В этой связи мы не сможем двигаться вперед без единомышленников, без того самого меньшинства движкового, которое будет вдохновлять нас. Нам нужно вдохновение. Без вдохновения мы очень быстро можем потухнуть. Потому что мы совершенно все маленькая искорка. А мир настолько окружающий нас, настолько серый, что в состоянии сделать нас такой же серой искоркой очень быстро. И вот поэтому, чтобы гореть в огне санкиртаная, необходимо воспевать Святое Имя совместно, Гарикаршна Маха мантру. И тогда в нашем сердце будет пробуждаться вера. А если у нас будет вера, вера – это способность видеть невидимое. Вера – это способность, помните, да, если у вас не было веры, в жизни пио, он говорит, я расскажу вам историю, которая заставит вас поверить в Бога. Почему одна история заставляет поверить в Бога, а другая история заставляет поверить, что Бога не может быть, что это не так? Потому что одна история, она пронизана верой и рассказана с верой. Так как другая история, даже вполне религиозная, может быть, более религиозная, но в ней нету главного драйва. Ну вот так вот, 9 часов, такая короткая речь, ответ на ваш вопрос, достаточно исчерпывающий. То есть, когда мы говорим о Махабхарате, в принципе, мы, как вайшнавы, не привязываемся к Махабхарате, мы знаем, что это некая внешняя драматургия, это очень интересная история. и мы, безусловно, из этой истории можем получить глобальное, скажем так, множество мудрости, понимания и так далее. Но нас интересует, обратите внимание, что Бхагавадгита мы изучаем ежедневно, но стараемся изучать, потому что Бхагавадгита это некое практическое руководство к нашей жизни, по большому счету. А Махабхара, то мы можем, так сказать, обсуждать в рамках Бхакти, модели поведения того или иного персонажа, его преданности, его пути жизненного. Следующий вопрос, отвечу очень коротко. Есть вопросы? У Гитлера была такая книжка My Kampf, моя борьба. А дело в том, что вы услышали то, что я говорил, это очень приятно, но вероятно, мне нужно кристаллизировать еще раз идею, чтобы было более понятно, что я говорил. Махабхара — это глобальное эпическое произведение, которое описывает жизнь целой цивилизации, ее главных героев и их путь к просветлению. При этом раскрывая какие-то аспекты их личных характеров через их отношения с окружающим миром. И все же, несмотря на это, если у нас не будет подлинного понимания, что эти характеры преданные, и что Кришна в Махабхарате является не каким-то провокатором или черным баламутом, как написали фантасты, а Кришна делает все, что он делает из глобальной любви к своим преданным, и он дает нам какие-то очень глубокие идеи, тогда этот урок Махабхарата будет для нас всего лишь навсего поверхностным. И это будет не только для нас с вами, это будет для многих, например, для Сталина или для Гитлера. Что, думаете, Сталин и Гитлер не читали Багавадгиту? Не слышали про Махабхарата? Какой у них был вывод? Надо бороться. Они же не стали бороться с собой. Да, сейчас Махабхарата русским фашистам или украинским, ну, неважно, любым фашистам. То есть это будет для них повод борьбы с остальным миром, но не с собой. И поэтому мы не можем принять Махабхарата или любое ведическое произведение без определенного уровня веры и без определенных учителей, которые показывают нам, о чем это. мы же не можем обвинить себя в том, что мы, например, первоклассники и писаем штаны. Не можем себя обвинить. В силу нашего возраста, опыта и понимания мы находимся на определенном, ну, скажем так, уровне понимания истины. Если мы это не признаем, мы двигаться дальше не сможем. Поэтому первая наша задача понять, что, скорее всего, когда мы изучаем какие-то трансцендентные произведения или слышим какие-то вещи, скорее всего, наше понимание не всегда совершенна. Но, приняв положение воспринимающих, общаясь с теми, кто более опытен, даже со старшими учениками в классе, которые дают нам списывать, мы можем, безусловно, расти. И вот в этом главная идея. Не в том, что Махабхара это плохо или хорошо, не в том, что Библия это плохо или хорошо, Коран или плохо или хорошо, а в том, что мы плохо это понимаем. Если бы мы все хорошо понимали, не было бы религиозных воинов, не было бы сумасшедших фанатиков. Какая разница, например, между фанатиками мусульманами и кришнаитами? Но фанатики и кришнаиты закидают тебя сладкими шариками и книгами. Как одни отталкивают, так и другие отталкивают. Поэтому мы же не говорим, что в нашем учении нет проявления фанатизма или глупости, или религиозного экстремизма. Сколько угодно есть индусов, религиозных экстремистов. Они ничем не отличаются от мусульман, религиозных экстремистов и христиан. То есть нет оснований предполагать, что попав в какую-то систему ценностей, мы не будем находиться на определенном низком уровне этой системы. Поэтому веды говорят нам, если вы хотите, очень простой пример, есть огромное количество всяких йогов, которые рассказывают про йогу. И часто, когда мы читаем лекции, мне говорят, вот тот йог сказал, вот этот йог сказал, то мой ответ на этот вопрос таков, например. Я говорю, да, это безусловно из множества разных йогов, которые являются некими практиками, экспериментаторами. И они говорят, наверное, вот это хорошо, или, наверное, вот это хорошо. И я как людям им могу поверить, ну, с их человеческим опытом, более богатым, чем моим. Но трудно этим людям спорить, например, с Кришной. Если гипотетически Кришна Бог и наш друг, и он говорит, ну, знаешь что, Арджуна, мое мнение, что вот эта йога очень сложная, в Бхагавадгите Арджуна говорит, слушай, ну, контролировать ум примерно так же сложно, как контролировать ветер. Кришна говорит, ну, в целом, я с тобой согласен, дорогой друг. Поэтому, в принципе, сначала я тебе сказал, будь йогом, а потом я тебе сказал, ну, забей, потому что, ну, как бы очень сложно. Я тебе рекомендую практиковать бхакти-йогу. Но если, например, Господь рекомендует на бхакти-йогах, йогу преданности и любви, при этом объясняет, что это такое, ну, наверное, как бы слова Господа более ценные, чем слова, ну, скажем так, смертного. Хотя удивительный такой момент, когда говорил про интернет-манистализацию с одним преданным, он говорит, ну, я занимался там психологией, там, 3000 и так далее, ну, вот этой вот новой пост-исконовской ахинеи, ну, вот, ну, очень популярный. Но, интересно, еще такой момент, есть там некий Торсунов, ну, которого читает, например, там, ну, там, 25 тысяч человек, а есть какая-то там Мария Пупкина, которая, типа, идет по Торсунову, проверяет все его, ну, скажем так, технологии и смотрит, что работает, что не работает. Ее читают 250 тысяч людей. Почему? Потому что есть некие, ну, скажем так, так, ну, мы сейчас не говорим там, Торсунов или Мария Пупкина, я не знаю фамилию, не хочу ее критиковать, ну, просто, например, есть некий, там, учитель, ну, скажем, неважно какой, и он дает какую-то свою планку, а есть кто-то, кто говорит, ну, да, вот это я попробовал, вот, ну, у меня были вот такие ощущения, и мы увидим, что, например, да, есть такое понятие в кино ПОВ, камера, глазами героя, я помню, там, шоколадка Аленушки, лес глазами Аленушки, или Маша и Медведи, да, там, Медведи глазами Маша, Маша глазами Медведей, ну, то есть, кто кого видит, и в этой связи, например, как ни странно, интересный персонаж, это вот эта дама, которая, ну, как бы, искренняя дама, которая, ну, она как за что купила, за то продала, но она пишет, вот я стал вот это пробовать, вот это действительно круто работает, а вот это не работает, и люди такие, да, прикольно, типа, ее читает много людей, и она круче, возникает вопрос, кто круче гуру, она или тот, кто дает наставление? Ну, может быть, типов гораздо больше, но мы видим, что она, как популяризатор, и как практик, безусловно, занимает гораздо больше интереса в сети, чем тот, кто, например, ну, так сказать, несет какие-то идеи, поэтому есть такое понятие, как шути и смрите, услышанное, сказанное, ну, как бы, наставление и опыт практикующих, в Писании все это отражено, там есть те, кто дают, есть те, кто комментирует, в ведах все это есть, так или иначе, мы можем говорить о том, что, если мы хотим целостно изучить ту или иную тему, мы должны рассмотреть ее с разных сторон, поэтому шумат-бхагаватам это комментарий веданта-сутры, веданта-сутры, это махавакья, ну, скажем, формула изречения, типа, дважды два, четыре, и прочее, 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 да, ну, как бы, некие истины, а вот бхагаватам, это, как бы, истории, которые эти формулы комментируют, поэтому бхагаватам даже более ценен, чем сами формулы, потому, что в практике раскрываются истины веданта-сутры, а так истины веданта-сутры, ну, там, а могу взять, умел, начать писать физические формулы, там, С, Е, Э, 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 квадрат, равно, ну, кто не физик, он не поймет, а вот, если я начну эти формулы комментировать и доказывать, тогда это уже будет другое дело, и вот на этой радостной ноте все ли понятно в вопросе вашем, мы не можем остановиться на Махабхарате, как на историю Теллинга, мы должны понять суть, а для того, чтобы понять суть Махабхараты, мы должны проникнуть в идеи, для чего это все было сделано, для чего пришел Господь, почему была Арджуна, почему были те персонажи, и если вы начнете внимательно изучать Бхагаватам, то вы увидите, что первые сцены Бхагаватам, ну, а в любом драматическом произведении, тем более в гипертранцидентном, если ружье появляется в первом акте, оно должно в каком-то акте выстрелить, попасть куда-то, и поэтому в Бхагаватам вы начнете с того, что первая часть Бхагаватам, я не считаю себя экспертом в Бхагаватам, но мне было крайне интересно, я понял, что там говорится о разлуке с Господом, я понял, а, так вот почему эти идеи из Махабхараты перешли в Бхагаватам, потому что они как бы, ну, драматически определяют некое будущее развитие произведения, но в конце Бхагаватам говорится о любви к Господу, кришне. То есть я понимаю, все такой длинный путь нужно проделать, чтобы принести любви к Кришне и Гопи, и Вриндавн, да, такой, так все очень глубоко сделано, так, так задумал ведовья, свеличайший из драматургов. Сначала он вел нас через какую-то там интересную историю, потом притащил нас к духовному содержанию, и в конце этого духовного содержания он дал нам капельку любви к Кришне прямо чистейшей любви. Вот он, великий мастер. Поэтому я, например, слушал-слушал Пелевина, понял, но он крутой, конечно, очень крутой. Но я понял такую вещь, но он не мастер. Хотя очень крутой. Так раков за камень заводит, так, так, так. И вот, ну, крут во всем. и какие-то вещи говорит такие, но он не такой мастер. Мы не сравниваем. Постмодерн, но он круче, конечно, чем все остальные. Но я понимаю, насколько крутый ведовьяс. Хотя, поэзия ведовьяса, санскритская. Агурудеф анализировал поэзию Рупа Гасвами, поэзию Рупа Гасвами. Ведовьяс, рэпер. У него все очень просто на санскрите. То есть, ведовьяс, он особо там не заворачивает гайки. Он так, ну, такой, как бы, такой рэп, санскритский. Так очень просто он говорит, на самом деле. Вот, Джайадев, вот тут, как бы, крутит так, что вообще, ну, просто, ну, почему ведовьяс так пишет на санскрите простым, очень красивым языком, очень простым? Потому что ведовьяс, он понимает, что моя целевая аудитория, это люди, которым я хочу донести величайшую суть. А Джайадев, например, на санскрите пишет свою поэзию, он эстет. Ну, вот, если вы там Боря Гремечкова послушаете песню, да, его бормоталки, вы скажете, Борю рак за камень заводит, хорошо, делает такие песни, но он еще сам такой, ну, как бы, такой сладкий, сладкий, ну, как гребень, у него настроение, определенная поэзия, но в целом он не прост, ну, он как бы пытается так очень витиевато, поэтому людям нравится такая поэзия, потому что туда заехал, сюда, такие двойные смыслы, но ведовьяс он старается избегать во многом двойных смыслов, а иногда, когда речь идет о очень глубоких сокровенных вещах, ведовьяс, он включает такой, как бы, декодер, поэтому у него есть такие интересные шлоки, там, Кришна Вардам, Тишам, Кришнам, Санга Пасатре, Паршидам, когда он Шичитяне Махапрабу говорит, на самом деле в Багаву, в этом же все рассказано, он говорит, тот, который, Кришна Вардам, Зишам, Кришнам, Кришну, но не Кришна, Санга Пасатре, Паршидам, он придет со своими Паршидами, но не с оружием, музыкальным инструментом, и что он будет делать, он будет петь Санкиртана в Кали-югу, а про Радхарани он говорит, та, которая лучшая из Гопи, если ты не понял, кто лучший из Гопи, тогда тебе нет смысла читать эту книгу, то есть Ведарьясан тоже, как великий драматург, он где-то какую-то такую совсем уже истину не говорит всем, если ты понял, о ком идет и что ты поймешь, если нет, ты проедешь мимо, Харея Крешна, дай гуру Махарайвич кий, дай,